Здравствуйте! Это программа тема дня комментариев. Меня зовут Валерия Королёва. Темой сегодняшней программы станет развитие донорства костного мозга в России, в частности, в Тверской области. Сегодня у меня в гостях врач-гематолог Медведева Ирина Владимировна. Здравствуйте! Здравствуйте! Она ответит на несколько важных вопросов. Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, кто может стать донором костного мозга? Ну, донором костного мозга может стать любой гражданин, скажем так, Российской Федерации в возрасте от 18 до 45 лет. При этом считается, чем моложе донор, тем лучше, потому что качество материала будет лучше. Будет больше стволовых гемопоэтических клеток, которые будут пересажены уже донору, ой, рецепиенту. Ирина Владимировна, при каких заболеваниях необходима такая процедура, как пересадка костного мозга? Ну, на первом месте всем известное заболевание – это острый лейкоз. Затем идут хронические лейкозы – это хронический миелоидный лейкоз. Хронический лимфоцитарный лейкоз реже значительно – это на стадии эксперимента. Мелодиспластические синдромы, множественная миелома и некоторые аутоиммунные гематологические заболевания, но это редко. Вот повторюсь, что главное, конечно, острый лейкоз. То есть пациентов достаточно, кто нуждается в этой процедуре? Очень много. На самом деле очень много. И, наверное, было бы еще больше, да, и можно было бы еще больше направлять, если бы была развита система донорства у нас в стране, и было бы достаточно доноров. Нужно отметить, что сейчас активно идет работа по привлечению потенциальных доноров. В частности, с ними работает Тверская станция переливания крови. Но там, конечно, довольно жесткие требования. Работают уже с проверенными донорами. Им предлагают сдать кровь на типирование и, соответственно, заносят в определенную базу. Просто жители Твери, которые не являются донорами, могут это сделать в частной клинике. И всю информацию в интернете, конечно, можно найти. Но надо отметить еще качество этих доноров. То есть человек должен быть абсолютно здоровым. Фактически, да. Он должен быть действительно абсолютно здоровым. Потому что очень большой перечень заболеваний, являющихся абсолютным противопоказанием для того, чтобы стать донором. Но это инфекционные заболевания. И хинококос из паразитарных заболеваний. Но есть целый перечень и соматических заболеваний. Причем он затрагивает все органы системы организма. И сердце, и сосуды, и органы дыхания, и почки. То есть, понимаете, все. Поэтому человек должен быть действительно абсолютно здоровым. В противном случае он не сможет быть донором. Просто на станции переливания крови понятно, что... Они просто забирают, понимаете. Они являются, так скажем, первичным звеном. Знаете, вот как участковые терапевты принимают удар на себя. Так и станция переливания наша. Она забирает материал и просто отправляет его в базу. Но при этом там доноры уже проверены. То есть они обследованы, исследованы кровью. Но, понимаете, там они работают с теми донорами, которые являются еще и донорами крови. Конечно. Но к донорам крови и к донорам костного мозга разные требования. Понимаете, донором крови, допустим, может быть человек, у которого, допустим, бронхиальная астма была когда-то там. И здесь могут и не взять на донорство костного мозга. Тут много таких тонкостей, которые вот не всегда донор крови может стать донором костного мозга. Но еще, знаете, многие, да, вроде бы встали в регистр, поступил звонок, и люди начинают сомневаться. Так как их оповещают о процедуре забора этого самого костного мозга. В России их две. Расскажите о них поподробнее. Да, действительно, две методики забора. Одна методика забора – это забор костного мозга из подвздошных костей. Да, это тазовые кости. В их строении имеются задние бугры под наркозом. То есть донор вводится в наркоз, и под наркозом делается шприцом прокол заднего бугра подвздошной кости, и набирается костный мозг. Если говорить об объеме забора, то на самом деле он не очень большой. Для донора это 5% от общего количества костного мозга донора. А если говорить в каком-то количественном соотношении, то обычно берется 14 мл костного мозга доноров на 1 кг рецепиента. Но это же не весь костный мозг. Мы забираем взвесь, и потом уже из этой взвеси выбирается костный мозг определенного количества. Процедура длится 30-40 минут. В зависимости от того, чем быстрее мы берем, по времени, так вот 30-40 минут. Донор выходит из наркоза, никаких таких сильных болевых ощущений он не испытывает. Единственное, что может быть, знаете, вот как если мы с вами поцарапаемся, и вот эта царапина, она будет, так скажем, соднить. Соднить и немножко ныть. И вот этот задний бугор, он может такие вот какие-то неприятные моменты достигать, но потом это все достаточно быстро проходит. И вторая методика, она где-то 4-5 часов длится. Пациент в полном сознании, может в этот момент слушать музыку, аудиокнигу. К нему подключается аппарат. Аппарат очень похожий на аппарат по забору крови, вот когда кровь сдают доноры, чаще всего на тромбоциты. Одной иглой забирается кровь, пропускается она через центрифугу, забираются необходимые клетки, а плазма возвращается уже опять донору. И где-то забирается 200-250 вот миллилитров костного мозга от здесь уже вот по этой процедуре. Но процедура длительная 4-5 часов. То есть пока забрали, пока через центрифугу пропустили это время, потом вернули. И так несколько раз. Сейчас в интернете очень много информации по поводу этого всего и очень много фейков, скажем так, что после этой процедуры могут возникнуть онкологические заболевания, обострение каких-то хронических заболеваний или появлений их или еще что-либо. Действительно ли они несут какую-то опасность для непосредственного донора? Вы знаете, на самом деле, несмотря на то, что я достаточно активный пользователь интернета, я скажу такую фразу, которую я говорю родственникам пациентов и своим пациентам. На самом деле интернет — это зло. Нужно читать только проверенные сайты. И только подготовленный человек может даже с проверенных сайтов вынести ту необходимую информацию. Я, как человек, имеющий медицинское образование, никогда не полезу на строительный сайт, чтобы построить дом. Так и здесь. Если человек хочет получить какую-то информацию медицинскую, он должен к врачу обратиться. И врач ему все доступно объяснит и про осложнение, и про саму методику забора. Не надо залезать в интернет, особенно если человек хочет совершить какой-то, знаете, такой вот хороший шаг, да, вот стать донором, но при этом начитавшись всяких неприятных вещей про эту процедуру в интернете, он откажется от этой идеи. Обращайтесь, пожалуйста, к людям, которые знают, которые понимают и которые могут правильно рассказать. Тем более сейчас есть и медицинские какие-либо формы, где можно проверить, реальный это врач или нереальный. Конечно, конечно. Но только, вот большая просьба, решили совершить хороший шаг, обратитесь к врачу. Он вам все подробно расскажет. Но эти процедуры не так и страшны, как они? На самом деле они не страшны, и они для донора совершенно безобидны. Многих пугает слово, вот когда что забор костного мозга из подвздошной кости. Многие почему-то считают, что забор происходит из позвоночника. Не имеем мы отношения никакому к позвоночнику. Вот что касается этой процедуры. Спинной мозг, это спинной мозг, он находится в позвоночнике. И он нам не нужен для процедуры трансплантации. А костный мозг, это костный мозг, он находится в костях. И именно из кости мы берем. К позвоночнику никакого отношения это не имеет. И, соответственно, после процедуры забора костного мозга на трансплантацию, человек встанет и пойдет. А если говорить о заборе костного мозга, который похожий на переливание, точнее, на забор крови, ему же вводят какой-то препарат. Да, за 5 дней до необходимой процедуры, вернее, 5 дней, вводят препарат филграстин или его аналоги для того, чтобы растормошить костный мозг, и чтобы вот эти клеточки, которые необходимы для трансплантации, вышли в кровь в необходимом количестве. Побочных эффектов у этого препарата для донора нет. Переносится процедура совершенно спокойно, без каких-либо осложнений. Забор костного мозга не такая уж и страшная процедура. Только те, кто решил встать в регистр, не всегда до нее доходят, как говорится. Это была программа «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Валерия Королева. А в гостях у меня была врач-гематолог Ирина Владимировна Медведева, которая рассказала о процедуре забора костного мозга, о том, как это происходит, кто может стать донором и при каких заболеваниях используется процедура пересадки костного мозга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова